ребят привет всем хотели показать вам бой который мы проиграли сегодня 4 на 4 как бы было запланировано потом один паренек вылетел участвовал стас илюха участвовал я женя не было с нами славы нашего напарника молодого бойца но он будет смотреть этот бой и комментировать поздоровайтесь ребят привет слушайте так вы победили или проиграли я не понял мы победили но иногда я думал что мы проиграем давайте смотреть что происходит значит мы появились как вы видите желтый это у нас стас рядом со мной илюха зеленый да и люха да 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 я зеленый давайте смотрим минута боя илюха до пор стоит минута понятно отхода у них нет 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 не надо смотря на немцы захватили четыре точки уже илюха только побежал меня смотри почему у вас там такой типич то было они сразу они как захватили точки они сразу ставили в эти бензин 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 это логически это стандартная немецкая тактика призрак нет 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 обычная тактика это близкрика здесь они решили сразу на будущее заняться ну вот смотрим у немцев четыре точки у нас ничего зато зато илюха и вот этот напарник андерсон назовем его андерсон бегут уже на звезду слева я так разверну карту сверимся а у тебя какая сейчас минута идет вторая у меня третья вы на удвоенной скорости смотрите да ладно я сделаю тоже удвоенную сейчас до 3 вас догоню и потом начнем у меня четвертая так на паузу нажмите делай пока вот 4 0 0 0 смотрим пулемет вот на холме пулемет вот это вот внизу кто тащит муфа это шансов там вот этот пулемет илюха сливает вот здесь я вам покажу все видите компьютер сразу один вышел компьютер так что он не знаю но компьютер тяжелый на самом деле он тоже не так все легко а он хитрил он сразу вкачнул себе этот компьютер пазл первый качнул и сейчас машинки будут наносить вам вот хитрила так третья минута 45 секунда ставим на пазл что у нас происходит на левой звезде звезда наша есть центр есть холм и есть другая полностью контролируем принципе здесь были у них инженеры уничтожили наши ребята их сейчас будем занимать точку самую левую и бензин да за центр вообще на холме прикольно делает он бункера быстро ставит правда тут один чувак нам мешать да давайте посмотрим третья минута сорок пятая секунда у меня сейчас переведитесь на правую сторону я почему говорю правая левая я развернул так чтоб наши войска внизу были а вражеские вверху и так вот а у нас так вот так мало ли это смотреть лево право просто развернули смотрим что происходит с нашей страны это помнишь когда ты только кричишь чем вы там занимаетесь почему у вас до сих пор точки не захватили посмотри а вы что точки еще не захватили ну каим вот посмотри это мы только подошли за Стасом и смотри самый прикол они сразу они сразу в этот дом посадили пулеметчика перекрыв полностью дорогу то есть мы не можем в чем прикол центр вообще никто не идет ни одной души вообще вот атаковали бы этого инженера вы бы просто деньги эти очки птики у вас были то есть смысла сейчас было рашить правую сторону не было надо было отвести войска и занять спокойно центр на правой стороне пулеметчики одни я успел посадить в дом крайних инженеров так чтобы они светили вы надеетесь что виномет на месте да смотрим что происходит а у них смотрите у них они на свободных точках уже обустроили два бензина два бензина у нас только две точки заняты представляешь какой у них бонус сейчас идет я запустил если что сраженский войска нас обстреливают что начинаем да да ну вот он с пулеметом конечно очень хитро сделал вот эти с бункером вот чувак против вас который на холме но они его не достроили ты на холме до сих пор смотришь там на холме сейчас пока место тишина давайте посмотрим что происходило с правой стороны где как мы захватывали выбор миномета хотя бы три поднесли а не один и хоть три только три вот нормальные самые тем более это минометный обстрел надо было знаешь что захватить надо вот захватить было домик такой большой как-то сказать ну вот где немцы приходили вот где машинка стоялась такая вот там вот большой такой домик вот его надо было пулеметом займать ну птшку вовремя подвез так долбанул ух грамотно все делали ну и то они смотри все равно держат держат ну полного отбили это просто и только сейчас пошли точки забирать я не заслужил так у нас же это выбирает ИСУ-52 они правильно делают обратите внимание то что у них уже на вот на холм едет первая машина да идёт 6 минута так и посмотри посмотри на холм идёт какой три отряда три отряда это компьютер по моему нет это враг Крис Редфилд с левой стороны на холм бежит три отряда один расчётный миномёт и три отряда гренадёров я не вижу а вот вижу вот они пошли четыре отряда гренадёров да смотри кто им кто против них будет штурмовой отряд миномёты и пулемётчики развернутые они туда вообще а а ну пулемёт правильно развернутом состоянии замыкан и еще один пулемёт а вот здесь вот хитролок гренадёров обошёл у вас на холме и пошёл дальше да тем временем на правой стороне очень жёстко они начали нас обрабатывать миномёты вот вот надо было вам бензин убить вот вот здесь вот который построен да вот ну это с другой точки там где холм вот они бензин смотри что делают посередине э отряда компьютер да я говорил вытупанули гренадёры вооружённые пулемётами горе смотри на центр они спокойно прибегают и отрезают боеприпасы одним отрядом боеприпасы а другим отрядом приходят и ну тут просто настроен битвы да 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 ну смотри смотри где я делаю там вообще бросать он пришёл центр забрал и ушёл на центр чисто тупачки тикают да то есть войска даже не заняты холм у вас отбили ту точку у вас отбили нет подожди у меня 11 ты не обгоняй 11 сейчас записи 10 у меня 8 вообще тут на экзоте наш у меня на x2 тормознитесь пока не я вот сейчас показал 10 34 как сложно нам было потерять поле вроде и поле не понятно все в в в в в в в в в вот там еще и тут птс и тупо расстрел уже был ты видишь как они нащемят нереально вообще а че это радует что вас химит компьютер тяжелый и два человека которые только игру нас качали чего два три и ну что тем более три человека которые игру только скачали значит хорошо играют да ладно тебе хорошо играет тот тридцатый там не знаю лево смотри камеру тупо машину вынесла птс вот он тупо там стоял ребят время 13 13 минута ну вот ладно на той точке вы молодцы отбились напряглись там куча пехоты на какой на той ну холм центр и другая точка левая точка правая и середина ладно называть давай назовем твою холм а это тогда будет какой то там я не знаю дома ну кладко что тут грузовик бочки стоят вот я сейчас их показываю потому что они сейчас построили смотри 4 отряда минометчиков Хон, посмотри, что там, машины, куча машин, просто нереальная Куда он сейчас страдает, мне интересно Одиннадцатая минута, пока нету машин А четырнадцатая, он сейчас на четырнадцатая, обрати внимание Подожди, значит Я уже тормозил, он там машине кукол ворвались, но все эти машины Смехи Просто такое, такое удивительное Еще там огнеметная машина, куча генадоров и ненамет Да у вас не было шанса Т... 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 Т-70... ну один Т-70, что он сможет там сделать, вот с какой армией Один, один отряд генадоров, то выгодит Т-70, а двусиний у них голодей забил Мне даже интересно, что там прибежит Ну, запускать можно, четырнадцатая минута, пятьдесят пятая секунда Что у нас тут? На складах. Уже-то тут ПТ-шек куча потасил. Три ПТ-шки тут стоят, одна просто прохлаждающая, не занятая. Куча отряда, которые можно занять. Главное, они так опрошматривались минометом, чтоб просто был период, когда они всех мы их сложили в проклятие. И тут тринадцатая минута, тринадцатая минута. Вот тупо ноль. Эти минометы держал только один минут. И то не развернутый. Даже не развернутый, а он уже был выведен из строя. Можно было просто одним отрадом прийти и гранат кинуть, и все. Ваши проблемы ушли. Потому что тут никто не наступал. Как я всегда делаю? Я говорю же, я всегда контратаками иду. Сильными. Тринадцатая минута. Четыр... сорок четыре. Тем временем, в середине... А, в середине просто там... ...компьютер разрывает просто ей. Тащит пушку, пулеметчики бегут. Гренадеры вооруженные. У них уже две ПЗ-шки, а я не заметил еще. Без ПЗ-шки. Как бедрен успел долбануть столько. Но у них кто посмотрел, у них уже почти везде стоит бензин, а и зарпательная точка. И плюс к нему еще это, летит это, две точки и двое припасов. Это какой прирост может быть? Вот тем временем первый панцер у них выехал уже. У меня уже показывают два панцера. А у вас что? Откуда у вас столько бензина? Подождите. Тринадцатая минута. А у нас такие напряги были. Эти минометчики просто разрушили. Единственное, что вам повезло. Я с двумя, они еще ману вам не знали играть. У вас, смотрите, две точки бензина остаются захвачены. Когда места, где они стоят, у вас нет, ну, отбили у вас. То есть они просто тупо не захватывают их, и вам бензин капает. Благодаря этому, мне кажется, вы выкинули. У вас идет угрозитель? Нет. Четырнадцатая минута, на пол, две машинки. Вот, у меня 14.55. То же самое. Там Т-70 подъезжает, вся эта камера. Камера, это кто у нас? Да-да-да, мой Т-70 подъезжает, и вроде бы... Сейчас давай, допускаем его. Обратите внимание, что сзади Т-70, ПТ, который не поставил. А вот машину вынес. Ни хида себе, я не думал, что Т-70 не такое способен. Он вытаскивает за счет скорострельности? Нет, 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 нет. Да, скорострельность, но не только. У него точность, одна из самых лучших. Он просто супер точный. Да, могут быть целый АТ. Он сейчас, вот ПТшка его сейчас вынесет? А, нет. Они идут прямо в СССР! Он мог захватить просто вражеские... Я вот видел, как-то наблюдал такое вот играло, то что вот эти вот эти три ботанчика вынесли пантеру. Это пантера была. Три Т-70? Три Т-70? И они почти все были двухзвездничные, кроме одного. Вынесли одну пантеру, где я вообще ее как-то... Они просто вокруг нее катались? Нет, Три Т-70 его уничтожили из... Ну вот Три Т-70 давно, что мы уничтожили. И они начали чинить машины. И тем временем ДПЗшки ворвались на склады. Не смотри... Ой, ДПЗшки. И ПТшки и Жеки вообще ничего не сделали. Даже их не долбанули. Все, на холм приехали два пантера. Плюс пантер-кренадеры, пулеметчики... Какая минута у вас? У меня семнадцатая. Шестнадцатая минута, восемнадцатая секунда. Ты говоришь, два пантера. У тебя точно Х2? Да. Ну, иногда я ставлю Х1, чтобы показать какие-то моменты. На шестнадцатой минуты... Минуте... Два пантера. Плюс раз, два, три, четыре, пять, шесть... Семь отрядов. А вот... Ваш союзник как раз вот этот вот, который мы с вами был. Вот он очень грамотно сделал. Он потасил кучу минометов, скажем, с миллиметров. И пулеметом у них прикурил еще одной потолки. Еще к этому времени он ЗИСов вызвал СТ-70. Ну как это? Когда у одного камера тут какие-то ресурсы с СТ-70. Нельзя открывать. Ресурсик над вам был бы побольше. Ну как вы все... Ну как вы все... А у кого пушка? Ужики. Когда ты нам не спокнули на копистке? Это было действительно было токно. Так, копил, копил, накопил. А, ты вообще деньги не тракли? Ну нет, потому что у меня не было когда я обживаю. А, ну да. 18-28. Продолжаем. 18-28. Да, вот. Х2. Взрыв. Все, вот сушка выворачивается сейчас, она должна... Посмотрите, облеты отбили полностью. Я говорю, одна пушка там, две панцины, две панцины, уже 4 панцины, они уже сейчас все в пластмахе отнесутся. Они сейчас здания с пульверчиками здесь. И к этому времени... Плюс, полностью почти отвивают полк. И смотри, 4 минометра, 4 минометра влага у этого клиента. Ну как же ты вообще смогли такое допустить? Ну как, вот так, вот при чём. И у них 2 минометра с одной звездой, это же всё, это... Да, 18-ая минута, я думал, всё нам. Смотри, тут Жека лун пульсушку почти вынесли. Этот, там, про Толфы, этот, Стас. Знания, да, здания развалили. Три пушка и два панцины. Жека пульсушку заплатил. А, нет. Жека, а вот здесь вот ты меня торчил, почему ты ПЗшку не взял? Пробежал. Подожди. Слава, не говори быстрее, чем у меня показывают видео. Мы же пишем комментарии на это видео. Сейчас 19-ая минута. 19-25. Ты сейчас, это, штурмовая пехота пробежал и ПЗшку. Какая минута у тебя? 20-ая. Ну, как я тебе скажу, что я делаю, если я сейчас... Подожди, значит, по паузу даже чуть-чуть. Да. Стик. У врага у нас стик. 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 Не видел, как профессионально ботанцы бывают. Что это такое, они все, они тоже бывают, да? Нет, я в двух минутах. У нас есть отсеченный сервер. Отменили его с пайской ключами и на 20-ой минуте захватываю один танк. Шаг за шагом мы вернем себе свое. На 20-ой. И во второй. Ну, не пробежал, а панзер подобрал. Вам вот повезло то, что у одного человека тут не хватало лесов этих людьких резервов. Так бы он вызвал Тигра Тигра и вам будет убить. На холме вообще полно все нажали, да? На холме там все... Нет, на холме мы еще держались так хорошо. Но вот... Вот последняя минута, я смотрю на холме у тебя с песочком. Ну, подходит. А, нет, голубые держатся нормально. Но мешало Сау, которая сзади холма. Да, да. Я показываю на расстреле десятников ваших. Ждем бомб! Извините. Да, раздает Сау. Ну, если бы еще холмейских отрядов кто-то прокачивал. Кто? Да. Как-то зелеными бежишь близкими отрядами и прокачиваешься. Советская территория увеличилась. А от тебя эта фигня выезжает. Это дымилось, правда, но выезжает. А, Жек, а что ты выбрал? В этой игре как висело то, что они дымились. Да, да. Постоянно только начинаешь... Что ты говоришь, Слава? Ну, вот вы просто меня поражаете. Ну, центр свободен. Пришли просто так, посидели пару секунд и все. Яжки будут накапливаться. Слава, вот это постоянное напряжение, постоянные эти атаки не до центра. Да что он... Да что он-то и делал, что напряжения толку нет. Это обычный бой. Можно было за такое время привыкнуть. Вы подозрели! Не знаю, что... Посмотрите на 22-й минуте. Есть кто-то на 22-й минуте на склады посмотрите. Скип... Ну и что, ну посмотрел отдельно. У вас там куча таких... на 4-й минуты, с закрытием пзшки, с упривоткой. И сушке на дальнем, что выкинули. Вот еще одна... Две пзшки? А ты что, 2-пзшки от них забрал? Да, да, забрал. 2-пзшки. Вот тебе фортануло, вот. Вот. 23-41. Кто найдет на этой минуты, посмотрите на фон. Понял, сейчас сделаю. 23-я минута? 23-42 у меня сейчас. А, щас, ну, 42 вот у меня тоже. Так, секунду, у меня щас тоже. Ну, вот стик тут убивает эти 4-76, Т-70, форловой пехот. 23-я минута. А, вот, три ПЗ-шки, три ПЗ-шки, куча этих рук. 20 динамберов, Жека может вызвать ПВ-8. И это был переломный момент выхода. А, средняя минута? Да. 24-ки у меня. А, когда ты на 3-4 приехал? Да, да, да. И уничтожили хоть 30-4-ки, и вот так дорожки у меня. И вот смотри, две ПЗ-шки, щас, и еще пухи вылет, и вот так никогда не сделайте с каким-то войсками, которые у вас на полноте находится. Один танцик всего-то прослечил, который вон разнесли в космячку, что за пару секунд. А, нет, успел вступить, ну красавчик. И все. И вот именно с этой минуты нам точно никто не представляет возможности отбить. И вот смотри, это та минута, когда ты говоришь, вы что их не упозраствуете? Идите на центр. Ну да. А мы тут. Потому что у нас заняли последнюю точку. И тут смотрите, 24-я минута. У вас слава, у тебя какая? У меня 26-я, щас. Ну ладно, ты не увидишь. 24-я минута, мы приехали на базу, я приехал ПЗшками, этими панзерами, его же. И на 24-й минуте я вижу, что бежит 3 отряда гранатометчиков, 4 отряда минометчиков, 2 отряда саперов, которые с огнеметами уже. Я думаю, что панзер не продержится. Вот Жек, Жек, знаешь, что тебе надо было сделать? Тебе вот надо было ПЗшками, Иди сюда вот, будем бить. А вот надо было помочь камерам. Я на них не могу. КВ-8. Тем более то, что у вас КВ-8 отбили. Да, КВ-8 надо брать, да. Спокойно дай его забрать. Стас потерял. Бракетница уже есть, тут куча пехоты и все. Ну, это Стас, походу, выносит, как огнем, княл его после. На холму там куча педешек, еще привезли к панзерам. Командирские камеры. Тридцатая секунда. У них уже Пантера. Ну, вот это место. Вот Жек услышал меня, наконец-то взял центр. Сколько я тебя долблю? Наверное, уже почти полный гиблию тебя долблю. Возьми центр, возьми центр. КВ-8 пришел. Вот он, переломный момент пошел в вашу поигу. Вот вы сейчас взяли центр, его сейчас когда возьмут? Какая минута? Двадцать восьмая. Я тут полностью бездействовал. У меня только создавалась Катюша, у них уже на холме было четыре панзера. А нафига, Катюша? У них четыре панзера. Что ты сделаешь, Катюша, против панзера? Я хотел... Ты максимум там вынесешь 20%? Огонь Катюши на центр. Ой, не на центр, на левую звезду. У них очень много. Вот Федя появился, двадцать девятая минута, когда КВ-8 ворвался, фильм на базу начал погромить. Тут два КВ-8. Причем один кто-то забрал у кого-то. Федя тут звезды уже не смог получать. Смотрите. У них это вот глупо сделать, так сказать, КВ-8 не вырвались на базу. Это уже поздно. Надо будет это делать только на минуты 15. Это максимум. Да. По опыту. КВ-8 не вырвались на базу. Нет. Ну... 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 Как правило. Вот один танк там остался буквально один выстрел из танка и все, и он сдох бы. Но... Мне не хватало войск, у меня было всего одна КВ-8 и все. Ну... 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 Как это почему-то? Ну... Элефант он взятил. Я же говорил... Они все это... Мало играли. Они... Элефанта прям вперед понесли. Когда элефант идет за полка. За полка можно делать... Работать ей. А вы его подвели... Он это... Он элефант подвел. И вы конечно же молодцы. Среагировали. Т-34-76 на него направили. Он взорвался конечно же. И вы его добили. Ну... Ну... Как мы должны с ним были бороться? Не... Я говорю... Вы все граммы подвели. Это противник. И вот только в совпаде. Если заманить и все. Вот вы и заманили. Выходы. Войны атакуют с воздуха! Я крикнул. Стас. Таран его. Стас. Стреливаю! Тут даже для меня. Он по-моему. Да и все. И... Его уничтожили. Я говорил так. Надо как правило себя ввести. И СУ-152 и Феду никогда нельзя ввести в ближнем бою. Это просто запрет. Его в ближнем бою разнесут как детенок. Даже там не знаю уже. Даже в Т-376. Просто закросят и все. Понеслись вперед. Да, оживились. Тем временем... Илюха на базе построил СУ-76 и Катюшку. Так. У меня 32-ая минута. Я запускаю. 32-ая? Да, у меня тоже 32-ая. Давайте вот без пауз, только в месяц. Паузами. Вот и Жекл. Вот ты красавчик, конечно. Сушка у тебя трехзвездочная. Я ее потеряю, конечно, потом поглупо. Да ты как, это сушка трехзвездочная. Это как же... Два панзера с холма приехали на среднюю точку. Да, да, да. Я их пытался об Катюшей что-то там. Это бестолковая быстро. Катюша и танков. Да. Не, если у танка остаются чуть-чуть, там вообще он на сносях. Вот лучше б ты, Катюшей, слева посмотри, бегут огнеметчики и пушку. И Пантера уже у компьютера появилась. Вот компьютер, думаю, самый лучший был путь против врагов. Конечно компьютер. Открыли все товарищи. Второй элефант едет, посмотри. Я говорю, в этом деле только за то, что у противника была неопытная. Либо они поопытнее. Не победили, потому что мы лучше их. Ну опыт, опыт. Слава, я тебе скажу, в моей жизни другого человека жизни он побеждает, если он лучше другого. А опытный, он неопытный, тут уже не решается. Обратите внимание, 34 минута. У них три танка, у них два танка и одна самоходка. Приехали практически приблизиться максимально к нашей базе. Слава, укройте! Да, им надо было тупо рашить сейчас и все. Вот что они сделали. Но появилась одна Сушка Андерсена. И она начала их всех выносить. Он делал все грамотно, потому что он... Сушка включил дальний бой, пантеры не могут достать до Сушки. И... Жек, Жек, смотри, что происходит на этих... На складах. Куча этих панцир-гренадеров с поддержкой этой пантеры. И тут один твой КВ-80, который раздолбали панцир-гренадеров. Просто... Супер не секунды. Да, запахнул. Причем один из панциров... Панцир-гренадеров с поддержкой. Панцир-гренадеров с поддержкой. Ты тверже ходишь, не стригайся, это же... Это... Как и пиццу по пулеметчикам, я считаю. И уже... 35-ая минута, у меня появилась первая Сушка. А у врага уже два сезда, и всё. Врага... Вот именно на моей территории они начали полномарштабную атаку на мою базу. Не... Во панцирам. На самом деле, ты если не обратил... Включишься, уберешь туман войны, то на самом деле, самая главная битва происходила сейчас на складах. А у тебя там, это так, один чувак там дрался на тебя, накопил войск и напал. Ну я его так спокойно вынес вообще. Не парюсь, он мне ничего не сделал. Вот сейчас я вам покажу, как я потерял ту панцир-шушку. Я поехал там, сам на базу, против пантеры, которая уже поднимает параллельно. И слева ещё подойти ко мне. Потому что два элефанта. А состав не будет, да? Не, а элефанты стреляют на такое расстояние? Не, они стреляют на фулкарты, так же, как и с ним. Это... Это... Это карта, можно сказать. Вот. Главное, чтобы это перед ним не было... Тут вообще, просто из пяти танков его расстреливали, ну, не было шансов. Да, сушку, надо было просто обстановить, чтобы чуть-чуть не было. Вот он тупанул ещё, вот этот, который обладал Феди. Он не Феди, но рядом держал, а Феди рядом держать никогда нельзя. Их надо даже настроение большом друг от друга. Чтобы они, если что, друг другу помогли. Да, вот тридцать седьмая минута. И мы смотрим. Два элефанта. На счёт... Драк стоялся на нашу территорию. Да... Умин ставит правильный. Ну, туда, где. Там надо... ...и тучках... Стасонуу start... ...пладна... ...талла... Третий элефан. Третий элефан подъезжает. Что у меня есть, как противостоять? У меня сейчас Катюша и запрашенный панк, если бы он поехал на базу, всё, он бы снес нас. Мы бы никак не остановились. Не-не, ты посмотри, у Стаса есть ИС-2, а при таком расположении Феди, ИС-2 может спокойно их вынести. Вот проехали он в шаге? Твоих, ну, троих, ладно, не вынесут, но двоих сможет побить, конкретно. Это есть такое проехание. Да, Люка молодец, периодически отстреливаю, в принципе, тесно. Да. Правда, выстрелы по танку... Вот ещё, что меня не радует за немцев сейчас, то, что они вызвали командирский танк. То улучшает способность этих ПЗ-шек всех на холме в разы. Вот меня вот эта вот способность радует. Там стоит командирский танк. Да, ну, вон, посмотри, с короткой пушкой, это просто круто. Да, командирский танк. Вот я думаю, мы вот ещё из-за этого видишь защита дополнительная, да. Да, да. Выпить, когда прибегают, чем-то, где-то, 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 где-то. Я так понял, то, что у вас там быстрее элефанта готовили на вас атаку. Нет, они назад уступили, отлёт. Обратите внимание, сороковая минута, пятьдесятая секунда на холм. Обратите внимание. Ну, расстрелы делаешь. А, нет, ну, какой расстрел, на тебя напарили, на технике. Я промахнулся авиаударом. Да, да, я показывал его. Это было так печально, у меня столько злобы на них было. Вот, Федя, пошли, напидимся. Я не пойму, почему они стоят. И вот где ИСа забрали второго. Вот, вы же спрашивали, я слышал, вы говорили, вы оттуда из-за второго. То, сороковая минута, да, сороковая минута, склады, смотрите, они его вынесли и забрали. Ну, сейчас вот при сороковая минута будет, посмотри на склады. Вот, они сейчас прибегут и его будут брать. Я даже не заметил, да. Смотри, смотри, где враги, сороковая минута, полностью ихняя средняя сбора. Звезда захватывает боевые классы. Как мы сражались, я не знаю, не пошли или фанты. Мы были полностью отрезаны. И второй пошел в атаку, а фанты трех. Но получается, стоит, только есть пушка, напарничек наш не разворачивает пушки и прочих минутах. Я не против, но вообще, я им все равно. А, и второй вообще ничего не делал. Иии, мы длинулись. На мою базу, посмотрите, сорок три, двадцать пять. А, да, там стиль, все это, штук приехал. А, там вообще жестко, типа щенит. Ну, они поехали, они хотели потушить. Это половина своих войск. Средоточка. Стоит. Да, если ты не сказал, давай, КВ-ка выйдите. А, там стоял. Куча, вот... И вот они идут, гренадеры. Раз, два, да. Гренадеры, четыре эллипанса. И сорок седьмая минута. Сейчас скажу даже, сколько гренадеров. Раз, два, три, четыре. Четыре гренадера, два из них, и плюс восемь. Вот, сорок четыре, сорок четыре, тридцать. Они, штук лист. Поехали вперед, сейчас. Все, вот, просто вынуждены. Все, хорошо. Считай, игра вообще правильная. Да, сорок четвертая, это все. Да, вот. Слава, что это за звуки? Извини. У меня была всего одна сушка, и отряд, видите, половину отрядов больших тренадцать садов. А, ну вот они и в это время захватили их. Да, стоять четвертая. Да, да, да. А вы спрашивали, откуда у них лис? Стас не замерзил, как приезжал своего лиса. Видимо, от лисом был где-то. Да. Я ищу Катюшу. Да, да, да. Против седьмой, 50. Две пантеры, тридцать эллипанты и куча гранадургов. Да. И против них всего 4 пушки этих пушки ПТ. Я не помучен. А у комбайства, у комбайства только это Пантера есть. 4650. Просто такой нелепый бой вот в середине. Когда я не могу, что ж, пантеру. Да, я не могу, что ж, пантеру. А, да-да, я помню, давай пантеру, то ли сзади бегу. Чего вы хотите? Подобрал у гренадёров. И она тиханула, что-таки, вот. Да, да-да-да, убежал. Больше всего смесил то, что я не попадал и не мог пробить её броню. Кто не попадал, то не мог пробить броню. Это единственная техника была на тот момент у компьютера. И тут был такой нелепый баг, потому что у меня Сушка не видела из-за вот этой дурацкой системы TrueSide. Типа, ну да, крутая. Видим? Я её не увидел. Там ещё стоит, и всё, не умею, и всё, да. А, плюс, смотрите. 48-ая минута, ровно. Смотрите на холм. 48-ая, показываю холм. Два отряда гренадёров. И всё? И всё? А куда только жертвы гонят? Я их только что уничтожил. Точно по-моему. А, вон, вижу, вижу. Да, горят. Вот так он бил. Да. И тут, когда это тоже такой переломный момент случился, я начал, как бы, контр-плакался. Я начал плакать. А тем временем у противника четыре элефанта уже. И так почему он бездействует? Вот я и говорю, вот это из-за того, что он бездействовал, мы уже победили. Знаешь, его зажимало чувство то, что он не хотел их терять в бою. У него из-за второй. У него две пантеры. У него четыре элефанта. Нет, нет, из-за второго у другого. Нет, причём тут у другого. Они-то вместе играют. И эти у Энергиджо. А элефанты у Сайгона. А посмотри, сколько у Сайгона гренадёров. Трёхзвёздочных. Обратите внимание, что у них вот этот танчик, даже не прочитаю по-немецки, вот этот четвёртый бомбард. Ну, такая бомбарда ходячая. Меня он так порадовал, если честно. Ну, выглядит как-то, как игрушечный. Ну, да, кстати говоря. Вообще-то это арта. Я горжусь советской армией. Ну, почему-то она не используется здесь как арта, как ПТ-шки или как Су-76. Это Саут. Ну, самоходная, звездистая установка Саут. Медведь, короче, как она сходила, не так. Короче, улучшённый, не намётся, как с этой, с гусеницей. Нет, не намного. Мы не стреляем, даже не стреляем. Мы где-то, что-то вообще бездействовал. Кто-то бросал войска в атаку на их пантерных. И вот, на 51-й минуте поехали... ...элефанты. ...элефанты. Раз, два, три, четыре. Четыре элефанты. Плюс две пантеры и захваченные... ...это ясно-базные. Ну, мне кажется, это была их самая главная ошибка. Ну, вообще, это кафе фактически. Пути! Как вы везде толпой аж, всё. Ну, смотри, элефанты рядом друг с другом идут в раж. Ну, ну, это вообще самая главная ошибка. И он приехал на Селездию. 31-й минуты. Я... ...я... ...выншарю. На Х1, да? Ну, бывает, фигурка вот. Теперь смотри, эту мою базу. Внимательный фронт. У меня уже три сушки, пару отрядов, я полностью модернизировал свою армию. У меня появились противотанковые гранаты, я их спамил тоже ими. Вот. И понаставал, ну, пригнал один СИС. Я уже знал, что там четыре элефанта. Ну, вот, значит, ломокоп как-то неслабо. Жека, жека бьет такими штурмовыми спазурками, или фандровой жопу, а ломокоп не помещает. Да, да, так он будет расстреливать, и... Я говорю, он необычный, он не замечает, он просто... Нет. Я дерьмовые кидал в фронатику. Еще одна машина потерянного благородяной. Мы там еще города от ума на войне там, наверное, там. И у них вот это вот, они залезли, вот это, как-то, типа, какой-то бунт, я там строился. Смотрите, около нашей базы этот медведь ездит. Мы со Стасом начали, ну, мягко говоря, атаковать. Я свои сушки послал туда. Это была такая с импортажной. Затерлась, несли в холодильник и фанта. Да-да-да, и только сейчас он пометил об этом. Только сейчас он начал. И три звезды уже появились. Эти звезды. Мы начали жопать. Наш отряд повысили! Почему? Отвели, он отступил, и третья точка. И один или два все-таки пострелили. 54-23. Вот, идут мои три сушки. А, вот этого медведя. Смотрите внимательнее. Он просто оказался в краинце. Да это Компер, это не танк, у Тердон. Да нет, нет. Ты, главное, посмотри просто. Ну, со всех сторон начал расстрелить. Он думал, что кинул. Так, степили. Да, я вижу сушки твои, вижу, вижу. Я вот как раз и умел показать, как вылезают сушки в одной звездах. Они сейчас, они его просто столкнули, вдвоем зажали. И отряд гвардейский Андерсона пострелили. А сушки окружили. Все, и вот, есть свои пантеры. Хлоп. Они сажали, я показываю, что это хорошо. Хлоп, покажи. Три пантеры, один ИС и один панцер. Какой один? Нет, нет, три панцера. На холме, смотри, стоят два танка, плюс еще пять подъезжают. Пять танков на холме. И один из них ИС не надо забывать, а ИС это просто танк. Это, по-моему, из Стаса. Да, да, из Стаса. Вот почему он не рашнул сейчас? Семь танков. Семь танков поехали, они все... Вот, главный переломный момент. Помните, когда мы уничтожили элефантов? Они куда-то двигались. Вот, смотрите, прям на центр. Прям на центр. Показываю, что это больше наших восемь. Вот один элефант. Один элефант, у меня стоит Зиско, Который они не могли уничтожить. Я просто спамил снарядами ее. И противотанковыми гранатами. А вот элефант с вами разрушил. Вот, у него почти не осталось. Плюс, на подходе, видите, чуть-чуть назад и влево Стоят мои три сушки. Прям рядом. Да, да, вижу, пока. Минус один элефант. Я тормозил его, как можно. Мой оппонент отступил, союзник. Я его до последнего прям дрался. Он не замкнут, правда. Здесь было очень, вот едем. Все. У меня... У меня больше не было. У меня тут, оп, один человечек. Оп! Гранату. Прям взорвалась. Что-то сушки твои не сильно стреляют. Да подожди. Вот, последний элефант едет, смотри. Я его просто спорви. Уже достану. Уже достану. Выставай богу. Я-то было, на полметра. Я на подстраховке их держал так. Подогнем! Вот, четвертый элефант едет, ему просто уже некуда деться, на самом деле. Так вот, если пройдешься по карте, тут столько можно мародерствовать, это просто... Просто не особо мародерствует, и тут они кричат, «Жека, Жека, они оставили элефант!» Да-да-да-да-да, это... Но тут Андерсон уничтожил случайно дуло элефанта, и уже не было смысла. Не, они начали ремонтировать. Заводите, угры не техники! Вот, и я кинул все свои три сушки на последний элефант оставшийся. Да-да-да, я вот сейчас открою. Это Андерсон, сразу же, что-то... Помоги! Осторожно, конца! Тем временем заходят. Служи, сады! Стоят, они не помогают. Они пойдут только на первой минутке часток, так, как дети уже на холме. У элефанта уже две звезды. Уничтожил одну мунисочку. Он здесь мне не понравился, что капитан Этим. Тушкой задом вышел, задом к элефанту, если вы просите, как я гадил. Да-да-да, что-то жестко было. Опа! По мне снаряд. Да, помню, помню. Ну все, поспили элефанта, вы на таком были. Два башнина. Два башнина. Я, если честно, не знал, что тут стоит такая когорта там. На холме я бы, включая два, а уже там переменовали с ДКФС. И тем более, главная ошибка была в том, что они поодиночке потом бросали пантеры и ИС. Ну, у них просто не было больших шансов. И почему стоят на холме, я не могу... Вот, на холме вот только два панцера поехало на середину сдвигаться. Но тут их ждал очень хороший сюрприз. Пехота, ищет вашего союзника дофига. Просто элитных отрядов базутчиков туда он натерял. Как-то такое еще. И еще там жительный этот, стоит ПЗ, что-то белая. И для меня звезды, они всегда не починили, а убитые. Не-не, я ее отправил, говорю. Илюхов, вот ремонтируйте на вашей базе, потому что у меня не было. А вот она была хорошая. Без звезды это скуп вообще. Мы под обстрелом! А если бы все трели, значит, не получится. А вот они поехали, вот они поехали. Там жалко мне было, как сенды все точно обрели. Она столько точек захватила. Для этого превошения есть два час тридцать. Один час тридцать. Тебе уже будет два. Вот мне уже жалко было, вот говоришь, там ты сенды все стоили. Тебя куда бросать? Вот сюда они поехали. ой-ой-ой, как вы свели их, тупо остановили отрядами пехоты, и когда те стали начать перестреливать, то есть, мне кажется, и скинули в облаке. А, ну да, это вот я тебе про этот момент и говорил, то, что я взял, ну, как бы, ну, просто послал, наверное, противник туда и отвлекся на что-то другое. А тут много гренадёров у этих, в арте стояло, и просто вот я вот, в бомбардировочный удар, и тут у них сразу несколько танков было уничтожено. Главное вовремя пользоваться. И вот мои две сушки хотят встретить... Нет, уже одна сушка. Так, вот, смотрите, если кто-то не заметил, смотрите, час, три, час и три минуты, это, где центр, домик такой стоит, в букве «С». Вот, посмотри, там куча пулемётов, и приезжает машинка из него, это тупо их убивает. Да, это была моя ошибка, то, что я управлял в это время своим... Я показываю этот момент. Вообще, такой расстрел, ещё по известке там привезли, приехали. На... Тауэр, моя. Пять отрядов. Мы подойдём! Пять отрядов, все мои погибли. Это я тебя, кстати, туда и направлю. Я говорю тебе закрепиточку, ты тут с твоими войсками. Надо было... Ну, блин. Да, три отряда пулемётов. У меня уничтожили все мои сушки. Опять. Хе-хе-хе-хе. Я создал ещё одну сушку. И вот я совершенно забыл про эти пять отрядов. Мне их просто надо... И всё. Хоть не осталось буквально. И в игре, и в игре это... Ползающие... Убирающихся... О, чувак. Да, это было... Печально. Как мимбом. Ничего. Тем временем мы держим две звезды. Причём на одну тупо не идёт никто... Казалось бы. Казалось бы. Всё. У нас 99 очков. 99 очков. Это когда-то Слава начал спрашивать, что там вдруг осталось. Нас обстреливают! Третье! Минута 0,4. Нас обстреливают! Это мой отряд. Там Крабра очень сражался. Меня порадовало. Там вот союзник вам помог с... И это... И Сушка 85-й принадёжным. Он там Пантеру завалил просто на халяву. Можно сказать. Где-где? На центр. Чуть-чуть-чуть сзади. Ну и там... Счастье мне все сушка помогла немножко. Главная их ошибка, то что они все Пантеры свои держали задом. Да, да, да. А это, знаешь, да, с письмотом автоматом. Так вот, в письмоте происходит. Сам того не хочется, а они танки разворачиваются задом. Вот у них подъехала еще одна Пантера. Банфер стоит. Но... Я видел то, что... Левая трочка... Никем не занята. Я и решил ее спать. Голям. Голям. Крис, давай. А две Пантеры. А две Пантеры... Две Пантеры. Вот. И ИС подъезжает. На центр. на центр. Его сейчас просто выносить будут. А, он стихонет, по-моему. Он три сушки против одного сайта, конечно, смешно. Главное то, что три пастеры уехала. И тут одна моя сушка, нет, три сушки, начинает его просто атаковать. Вот, ну всего ничего осталось в здоровье. И последний раз, смотри, все, готов. Я показываю, я показываю. Я даже на этом рюме не посмотрел это вообще. Он перебросил все свои войска на холл. Да, и вон пошел то, что у вас, у вас, у вас была. Серый приглашает. Сейчас, сейчас. Мы уже допишем. Реактивный миномет готов! На холме кто-то бомбу скинул по Пантрео там отнял. И вот, смотри. Еще. Бам-бам! Все. В таком замедленном повторе красиво очень показался. Ну, если бы, ну, я же был 3-8 минуты, где-то минута 0-10, когда захватили 3 звезды. На холм. На холм. Обратите внимание. Восьмой минут. Подъезжает мой один из. Уничтожает один Панцер. Показываю. Холм. Восьмая минута. А теперь всего 100 очков. Показывает боевые череда города. Тут идет. По ландировке ты уничтожил Пантера. Да они там мертвые все. У нас заметила бреди техники, кто там стреливает машину. И я уничтожил. У меня там было 2 Сушки. Я уничтожил Пантеру, у меня слева тоже Сао прессануло одна. и вот эти пушки вообще не двигались нашего напарнишка три пушки стояли но они охраняли на девятой минуте вот как я и говорил то что на стороне ссср самое начало игры немцы просто коминирует к самому концу игры немцы начинают тупить у них заканчиваются ресурс они все войска свои бросают вперед но у русских все равно армия качественные я думаю у русских все это очень хорошо а где он стоял скажем что не стоял вот сейчас он где именно стоит сейчас на девятом на десятом минуте а да 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 вижу автор 4 узкоточку подъезжать масштаб около холма ведет перестрелка справа писал вот как в середине противник оказался до 3 точков даже не фарили если начали фонтер атаковать Сюда, 40 очков когда осталось Середина, двенадцатый, двенадцатый Дремя подвергами я не помехал У нас новый ответ Я еще тогда хотел вызвать уже ИСУ Все Сражаться с нами будет дальше Все Ты закончил, да? Двадцать очков осталось Они захватили Ну, в атаке это не помогло Потому что Середина была ванная И холмят Вот такой Без рейкбанка Без рейкбанка Без рейкбанк Да, захватили Вот и все Ребят, хотите, кто хочет или играет может Company of Heroes Пишите ваши комментарии внизу в видео Будем добавлять вас в друзья С удовольствием с вами поиграем Спасибо, что смотрели С вами был Женя Да, Илья Кемпер И Станислав И Ваня где-то был, Ваня ушел вроде бы Всем пока Продолжение следует...